В эфире телеканала Юрган В Сыктывкаре всего за два дня произошла серия жутких аварий. 14 мая пострадали водители и пассажиры пяти машин. В районе Косназатонского моста «Лада-9» выехала на встречную полосу, где обгон запрещен и столкнулась с «Жигулями» четвертой модели. В результате оба водителя и один пассажир получили многочисленные травмы и переломы. Затем случилась авария с участием уже трех автомобилей. В районе доручастка пьяный водитель «Приоры» влетел во встречный «Хендай» и «Ладу-Калину». Все остались живы, но в следующий день принес очередные дорожные жертвы. Евгений Ршов выяснил подробности. Это кадры с места аварии, унесшей жизни четырех человек. Вместо двух автомобилей лишь груда покорежного металлом. 15 мая на четвертом километре объездной возле Сыктывкара в пять часов вечера водитель «Ваза» не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон «Камаза». На встречке двигался «Опель Астра». В мощном столкновении погибли все участники ДТП, водители на марке и целая семья, которая ехала в «Жигулях». В результате лобового столкновения оба водителя и пассажиры «Жигулей», в том числе ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве, погибли на месте. Обе автомашины с регистрационными номерами, не принадлежащих нашему региону. «Жигули» – регион Чувашия, однако в ней находилась семья из Кайгородского района. «Опель» – автомашина с кировскими номерами. Удар был настолько сильным, что специальное кресло не спасло пятилетнего мальчика. Его буквально выбросило из авто. Вдвойне печально, что его погибшая мама была беременна. Уголовного дела по факту смертельного ДТП возбуждать, скорее всего, не станут, поскольку водитель погиб. А вот предполагаемого виновника другого страшного ДТП, которое случилось утром того же дня на окраине столицы, вероятно, привлекут к уголовной ответственности. Тем более, там пострадали дети. На пересечении улиц Морозово-Станционная произошел наезд на пешеходов двух несовершеннолетних детей. Водитель автомашины ВАЗ-2115, 95-го года рождения, двигался по улице Морозово со стороны Сысовского шоссе в сторону улицы Димитрово. Проезжая перекресток улицы Морозово-Станционная, совершил наезд на двух детей, двух мальчиков, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал пешеходного светофора. Мальчики 8 и 9 лет шли в школу. Одного из них сопровождала старшая сестра. Однако спасти брата от внезапно выезжающего автомобиля она не смогла. Пострадавших школьников госпитализировались черепно-мозговыми травмами и ушибами головного мозга. Сейчас они в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое, к счастью, без отрицательной динамики. Водителя ВАЗа на два месяца поместили под домашний арест. Оказалось, права он получил всего год назад. Но за это время успел совершить немало нарушений. Прежде всего, превышал скорость. Теперь, видимо, сожалеет, что в одну секунду осложнил себе жизнь. Отмезим, в коме с начала года в ДТП пострадали уже 54 ребенка. Трое погибли. Более 50 нарушений ПДД умудрился завершить водитель-нелегал из Воркуты. В последний раз автоинспекторы остановили его за то, что он не включил поворотник. 31-летний мужчина никогда не проходил обучение в автошколе, не сдавал экзамены в ГАИ и, как следствие, не получал прав. Впрочем, все это не мешало мужчине бороздить просторы Заполярия. За пять лет ему выписали полсотни штрафов на сумму свыше 80 тысяч рублей. Кроме того, за долги перед государством в Иркутинцу неоднократно назначали административный арест. Несмотря на это, злостный нарушитель продолжал садиться за руль. Учитывая размер неоплаченных штрафов, полицейские передали эту информацию судебным приставам. Автотранспортное средство было опечатано. Должнику был объявлен запрет на пользование данным транспортным средством. Дальнейшая судьба автотранспортного средства будет уже из действия должника. Либо он гасит все административные штрафы, имеющие на исполнении, либо автотранспортное средство будет принудительно реализовано. На добровольное погашение накопленных штрафов должнику дали два месяца со дня вступления в постановление в законную силу. Если водитель нелегал и в этот раз проигнорирует оплату, его долг увеличат в два раза и вновь отправят в камеру для административных нарушителей, либо на общественные работы на улице Воркуты. Грубо отозвался о присутствующей за столом даме и получил за это ножом в живот. О кодексе рыцарской чести в пьяном угаре вспомнил пожилой житель Емвы. В присутствии свидетелей он жестоко расправился своим гостем, а затем утверждал, что это была самооборона. Следствие доказало обратное. Наталья Литкевич узнала подробности бытового инцидента. 10 марта около 9 вечера жительница дома номер 22А по улице Пионерской заметила лежащего на крыльце мужчину. Из-за раны в животе у него текла кровь. Женщина тут же позвонила в полицию и в скорую. 38-летний потерпевший скончался в приемном покое райбольницы. Прибывшие на место происшествия стражи порядка по следам крови установили квартиру, из которой вышел молодой человек. Внутри находились хозяин жилплощади, 57-летний пенсионер Николай, и его гражданская супруга. Женщина спешно наводила порядок. Затирала пол в прихожей и в ванной комнате. Сомнений в том, что преступление произошло именно здесь, у полицейских не осталось. Мужчина тоже, собственно, отрицать особо ничего не стал. Да, распивали спиртные напитки, да, произошел какой-то словесный конфликт. Со стола хватает нож и ему ударил в живот. Тот, потерпевший из последних сил, просто из квартиры выбежал и умер. Николай уверял, дескать, убивать собутыльника не собирался. Когда тот набросился на него с кулаками, он лишь оборонялся. Чего-то мы тут ругались. Ругались? Он там где-то стоял. Он не толкнулся. У меня и встал души. А я пяной встать не могу уже, а слабо. Никак. С него не бороться. Кричать не могу. Я хотел где-то тут, ну, женщины, чтобы они ее оторвали от меня. А кричать не могу, потому что он у меня жилет. Задушилка. По утверждению задержанного, когда сил противостоять более молодому и крепкому собутыльнику уже не осталось, он случайно нащупал на прикроватной тумбочке кухонный нож и ударил нападавшего в живот. Однако, стройную версию пенсионера опровергли судебные медики. Эта версия не нашла своего подтверждения в ходе следственных действий. Она была фактически полностью опровергнута, поскольку незамедлительно после доставления подозреваемого в отдел полиции было проведено его осветительство негдецинское с участием судебного медика, который осмотрел листа, указанные им, область шеи. В принципе, следов в душе не обнаружено не было. Не подтвердил версию подозреваемого и повторный осмотр его шеи через сутки после инцидента. А свидетельницы конфликта рассказали, во время застолья приятель хозяина оскорбил его гостью. Пенсионер, несмотря на преклонный возраст, заступился за даму. В итоге Николаю предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Сейчас ранее несудимый емвенец арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Наркополицейские коми ликвидировали крупный канал распространения синтетических наркотиков. Задержано 8 фигурантов от 17 до 30 лет. По данным госнаркоконтроля, молодые люди входили в региональный филиал российского наркосиндиката. Напомним, их предшественников из конкурирующего интернет-магазина силовики задержали в марте и изъяли у них 13 килограммов дурмана. И хотя в этот раз улов оперативников был почти в 10 раз меньше, главное, очередной трафик зарубили буквально на корню. Репортаж Эдуарда Бушуева. Вот реагент для курительных смесей. То есть вот здесь вот порядка 500 грамм. Чтобы изготовить, примерно на 1,10 килограмм. То есть, считайте, что за 5 килограмм лежит. 500 грамм реагента можно сделать около 5 килограмм готовой курительной смеси. Пожалуй, впервые в истории регионального наркоконтроля перед началом брифинга сотрудники спецслужбы решили показать журналистам результаты своей очередной успешной операции. Правда, попросили руками ничего не трогать. Теперь это вещдоки. На столе рабочие инструменты сбытчика спайсов, электронные средства связи, пакетики для расфасовки и специальный аппарат для их запаивания. Дурмана три вида. Готовая курительная смесь, белый порошок и кубики, похожие на сахар. Общий вес – 1,5 килограмма. Вот это, по сути, два разных наркотика. Да, вот этот в основном употребляют инъекционно. Внутривенно. Ну, внутривенно, да. А это реагент для изготовления курительных смесей. То есть вот этим реагентом пропитывают траву, чай, подорожник, все, что продается в свободном доступе, и уже выкуривают потом готовую курительную смесь. Искусственная марихуана. Восьмерых членов преступной организации, которые весной этого года наладили в Сыктывкаре подпольную наркосеть, силыки взяли с поличным сразу после майских праздников, после тщательных оперативных разработок. Оказалось, эта группа хотела занять место своих конкурентов, задержанных в марте. Это новые регуланты, которые были задержаны. Даже по интернету прошло, что мы прекращаем деятельность. Это новые, приехали люди, занялись. Спрос у людей есть. Потому что многие, поработав в этих сообществах, организуют свои сообщества. Потому что они узнали методику работы. Многие открывают сами свои магазины. Среди задержанных два студента техникума и три девушки. Все они из благополучных семей, и наркотики сами никогда не употребляли. Самый старший в группе – 30-летний мужчина. Из оптовых партий зелий, привезенных из другого региона, подельники готовили в блендере курительную смесь. Это все наркотики, или что там может быть наркотиками? Там есть просто чай в двух пакетиках. Для чего он вам нужен? Для того, чтобы размешивать с реагентом. Вот где поменьше просто чай. Где в пакетах? Это что находится? Реагент. Коричневое вещество – это что? Коричневое вещество – это смешанные вещества. Вот покажи, где чай. Вот чай, где… Вот этот? Да, и следующий. Это просто чай, это просто чай? Да. Наркоборцы говорят, за короткое время Сыктывкарский филиал заслужил особое доверие организаторов-драгдилеров. Они распространяли уже не граммы, как начинающие закладчики, а килограммы, уже как бригадиры. Обнаруженные при обыске пустые пакетики красноречиво говорили об объемах торговли. А это отдельная закладка, там тысяча пакетов черных, да? Нет. Чистая упаковка? Нет. Ничего тысячи, да? Нет. А сколько? 100? Ну, вот тут вот сколько? 300. Тысяча штук. Вот тут тысяча. А черные, которые через закладку, их по 100, да, примерно? 300. 300? Часть наркотиков по показаниям задержанных наркозбытчиков была отложена про запас по указанию руководства. По невыясненной пока причине, там были смешаны два разных наркотика с разной концентрацией. Продавать такой коктейль было смертельно опасно. И, видимо, шефы узнали об этом, когда среди клиентов начались передозировки. Вот эти два наркотика разные по типу воздействия и с разными действующими дозами. И отсюда и идет передозировка. То есть потребители покупают, думают, что вот этот наркотик определенный, да, который они до этого употребляли неоднократно, с ними вроде бы все было нормально, а тут им попадает уже смесь, ну, для них это, ну, они этого не ожидают. Потребляют ее обычным способом, в обычной дозе, а там оказывается несколько другое вещество, которое вот и вызывает эти передозировки. Причастна ли именно эта группа гибели наркоманов в Сыктывкаре, установить теперь вряд ли удастся. Возможно, к этому приложили руку их конкуренты. Сейчас главное донести до всех потенциальных потребителей те риски, на которые они тратят свои деньги. Спайс, полученный в кустарных условиях, без знания химии и точного взвешивания, может в один миг превратить человека в растение или животное. Или вообще отправить его за яркими впечатлениями на тот свет. Программа «Крик. Криминалы. Комментарии» подошла к концу. В студии была Таисия Шляхтина. Все подробности этого и предыдущих выпусков программы на нашем сайте yurgan.rf. Очередной обзор криминальных событий региона смотрите в четверг. До встречи на телеканале «Юрган». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова